Восток Акварегулятор. Уникальный форумный проект. Всем привет, друзья! С вами Виктор, вы на канале Про Часы. И сегодня у нас обзор интересного форумного проекта Восток Акварегулятор. Вообще, надо сказать сразу, для тех, кто может быть не в курсе, на форуме очень часто придумывают новые свои дизайны часов. Есть отдельная тема, и, конечно, очень многие ценители отечественных часов выбирают Восток своим объектом вдохновения и, собственно, создают новые уникальные проекты на базе классических часов Восток. Амфибия, командирские. И, конечно же, эти проекты не поступают в открытую продажу. Они продаются исключительно на форуме, то есть народ вписывается в какой-то понравившийся дизайн, далее оформляется заказ непосредственно на часовом заводе Восток в городе Чистополь, и уже форумчане получают свои часы. В самом конце 2023 года был организован проект Акварегулятор, и вот недавно ко мне приехала вот эта заветная красная коробочка с логотипом Востока, и внутри, конечно же, нас ждут сами эти уникальные часы. Давайте посмотрим на них вместе. Про коробку, да, наверное, много говорить не нужно. Это простейшая пластиковая красная коробка Востока, но, конечно, она здесь, ну, как бы, не имеет никакого значения в плане самих часов, потому что нас интересует, в первую очередь, сама модель. Быстренько по техническим характеристикам. Что же у нас здесь в инструкции указано, что это амфибия, автоподзавод, соответственно, технические данные, номер, шифр внешнего оформления модели 650AB1-22, дата выпуска, ну, именно вот моих часов, 26 декабря 2023 года. Внутри у нас находится механизм Восток 243201, ну, и 65-й корпус Востока. Естественно, в первую очередь в глаза бросается необычный дизайн. Бело-голубая гамма с оранжевыми акцентами четко отсылает нас к тому, что это дайверские часы. И, конечно, здесь уже любимый многими мужик в пузыре, Скюба Дуд, как называют его иностранцы, которые, кстати, очень любят часы Восток. Если вы до сих пор в этом сомневаетесь, ну, тут мне уже нечего сказать, множество раз об этом говорили. Итак, Восток Акварегулятор. Корпус нержавеющая сталь. Классический 65-й корпус от Востока. Угловатые грани, завинчивается задняя крышка, ну, точнее, завинчивается, да, кольцо вокруг задней крышки. Особенность интересной системы водонепроницаемости Востока. И так, кстати, да, и резиночка не поворачивается, когда вы завинчиваете крышку. Так что это, скажем так, не проблема Востока, а, наоборот, грамотное инженерное решение. На задней крышке, опять-таки, наш аквалангист. Логотип Восток. Чистопольский часовой завод, амфибия, 200 метров, противоударные. Завинчивается и заводная головка. Безель часов вращается в двух направлениях. Синий пластиковый безель, белая разметка. Кстати, изначально планировался двухцветный безель в этих часах. Было бы, наверное, более интересно, но Восток такой дизайн, скажем так, не согласовал. То есть они согласовывают то, что, в принципе, могут воплотить. Часто бывает так, что берутся какие-то элементы от одних часов, собираются все это вместе, из разных моделей, и получается новый интересный дизайн. Но здесь, мне кажется, все-таки значительно более интереснее, чем просто какая-то комбинация разных стилей. Надо просто посмотреть внимательно на циферблат. Циферблат, который закрыт пластиковым стеклом, классическим востоковским стеклом, довольно толстым, имеющим такой приятный винтажный эффект преломления света. Ну и на самом светлом белом циферблате еле заметная голубая волна, синие метки по периметру. Метки, кстати, часовые с люмом. Ну, точнее, это здесь не часовые метки, да. Я думаю, вы уже поняли, что индикация здесь совершенно нестандартная. И, соответственно, у нас есть секундная стрелка, синяя, с небольшим наконечником с люминофором, оранжевая минутная стрелка. И, казалось бы, да, это, условно говоря, минутный однострелочник. Но нужно обратить внимание на вот этот диск, который мы видим в верхней части циферблата. И здесь у нас оцифровка арабскими цифрами от 2 до 24. Соответственно, у нас здесь пропечатаны четные часы и индикация в 24-часовом формате. А верхний треугольник как раз указывает нам на то, который сейчас непосредственно час. Определять время, ну, я думаю, что более чем удобно по такому инструменту. То есть вы, в принципе, по минутной стрелке понимаете всегда начало часа, конец часа. Да, если вы засекаете отметки, там, надо полчаса, там, есть до какого-то события. Вы посмотрели, там, ну, как бы, минутная стрелка прошла, все, в принципе, понятно. А вот индикация часа немножко элегантно так скрыта. В такой оранжевой окантовке треугольник с большим количеством люма указывает нам на непосредственно тот час. И да, это механизм Восток 24-32-01. И подобные механизмы, кстати, можно встретить в командирских часах. Но там есть и классическая часовая стрелка. А вот этот диск выполняет функцию 24-часовой индикации. Ну, по сути, да, день-ночь. То есть там, условно говоря, три стрелки здесь. Классическую часовую убрали. Оставили только этот 24-часовой диск и минутную стрелку. Мне кажется, выглядит интересно, выглядит стильно, выглядит необычно, выглядит привлекательно. И, в принципе, такая разметка бело-голубая с оранжевыми акцентами. Очень классно смотрится. 100% дайверский стиль и красивое просто сочетание цветов. Оранжевым также у нас выделен и логотип с мужиком в пузыре. По качеству исполнения, вот если просто смотреть на часы, да, с классического, там, условно говоря, расстояния, сколько тут, сантиметров 20, наверное, да, от глаз до циферблата, и косяков как бы не видно. Даже если приглядываться, в принципе, все классно пропечатано, все хорошо. Хорошо, понятное дело, когда снимаешь макро, когда смотришь под микроскопом, это, ну, немножечко другие ощущения у любых часов, кстати, да. И понятно, что здесь кое-где кое-что можно найти. Хотелось бы поровнее, хотелось бы более элегантно. Но знаете, что я вам скажу? Я очень много востоков уже видел, очень много востоков видел и в увеличении, и под микроскопом, и вижу, как восток развивается. То есть качество печати, на мой взгляд, становится все лучше и лучше. Ну, соответственно, конечно, и цена на восток немножечко растет. Ну, думаю, это вещи, наверное, не связанные. Итак, дизайн классный, дизайн интересный. Давайте посмотрим, как смотрятся часы на запястье. У меня обхват руки 17,5 сантиметров. И, кстати, да, здесь силиконовый или каучуковый ремешок. Черный, на нем тоже, кстати, есть вот такая волна, которая повторяет волну циферблата. Ну, могу сказать, что, наверное, я бы сюда все-таки ремешок поставил, может быть, белый какой-нибудь силиконовый. Немножко поинтереснее поискать решение. Но, в целом, и в таком сочетании смотрится хорошо. На руке часы сидят вполне комфортно, удобно. Читаемость времени, ну, для меня беспроблемная. Люм есть, да, тоже понятно. Это не самый долгий люм, но, тем не менее, он имеется. Люм на месте. Отделка корпуса довольно приличная. Классическая отделка востока, да. Здесь есть и такие штрихи. Часы, скажем так, они не вылизаны в идеальный блеск. Здесь есть такая некая брутальность классического мужского часового инструмента. И смотрится это классно, смотрится это интересно, смотрится это приятно. Более того, это же у нас и лимитированная серия, да. Ну, соответственно, был корпоративный, скажем так, заказ, да. Групповой заказ от форумчан. Выпущено всего лишь 65 экземпляров этих часов. До выпуска пока не планируется. Понятно, кто-то скажет, да. Да могли бы собраться, выпустить еще, народ подтянется. Но, как бы, такие проекты на форуме появляются периодически. Некоторые часы попадают и в мою коллекцию, в том числе, потому что я слежу за форумом и смотрю, что там происходит. А иногда добрые люди и в моем чате, и в других публикациях, в других чатах, в других каналах кидают информацию о том, что вот, есть классный, интересный проект, давайте вписываться. Так что, друзья, проекты есть интересные, проекты есть классные. Стоимость часов, ну, опять-таки, да, учитывая, что это групповой заказ, была там чуть-чуть меньше 10 тысяч рублей, 9 с половиной, если я не ошибаюсь, и за эти деньги вы получаете суперлимитку, 65 штук классного дизайна, интересно выполнено. И да, конечно, кто-то скажет, а как купить, где найти, зачем ты снимаешь обзор на часы, которые уже не купить. Ну, во-первых, друзья, хочу вам показать интересный, классный проект. Во-вторых, рассказать о том, что есть форум Watch.ru, там такие проекты периодически публикуются. Если вы хотите стать обладателем таких интереснейших часов, то следите за форумом, заходите, там, хотя бы, не знаю, раз в месяц просматривайте, и какой-то, может быть, проект вам понравится, вы захотите поучаствовать. Ну, и, конечно, всегда такие часы, какая-то часть из этого проекта всегда попадает на вторичный рынок, на то же Авито, так что можно найти и для себя. Давайте обсудим в комментариях, как вам Акварегулятор. Мне часы понравились. Выглядят стильно, выглядят интересно. Цветовая гамма очень красивая, решение интересное, аккуратные, дайверские, классические часы. Пишите ваши мысли в комментариях, давайте обсуждать, не забывайте подписываться на канал, и обязательно встретимся с вами в новых выпусках. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok